Всем привет, дорогие друзья из Крыма. Сегодня у нас погода великолепная, но шторм. Со вчерашнего дня вот почему-то начались волны, и сегодня они еще до сих пор не прекращаются. В связи с этим я не знаю, что мы сегодня будем делать, но на пляж-то в любом случае пойдем. В общем, как всегда, ежедневный влог. Вот такое вот сегодня у нас творится с морем. Волны. Все, все, все. Вот видите, на плиты попадают. То есть на плите уже спокойно, наверное, не полежишь. Вместе с лежаком может унести. Но если только вот где-то вот здесь, вот на этом участке, то можно попробовать. А, или вон там, кстати, тоже повыше. В общем, повыше нужно где-то на плиты забираться, потому что порой волна добивает прям вот... Чуть-то не до мостика вот дотуда. А так, смотрите, казалось бы, да? Ни единого облачка. Красота... Красота полнейшая. А волны есть. Так, завтрак у нас у него вот такой. Немного рисовой каши. Какие-то мясные шарики сегодня со свеклой. Ваня тоже мясной шарик и чай. Но у него особо аппетит это с утра никогда не бывает. Ну, хоть чуть-чуть. Здесь себя почувствовал в своей стихии. Мы сегодня вот здесь вот под навесом расположились. Добивает же все сюда. И вот ему счастье вот здесь вот бегать по этим лыжам. То, что сюда доходит. Со своим шариком. С каким-то... Он у нас любитель. Вань, давай только договоримся, что ты вот близко туда не подходишь. Давай, вот смотри. Вот есть черта. Вот иди сюда. Вот это вот, смотри. Видишь? Вот что ты больше за нее не заходишь, Ваня. Потому что волной может накрыть. Вчера я смотрела, девчонка легла одна. Вот так вот там где-то вот понтон скользкий, скользкий такой. И вот так вот каталась, знаете. Волна приходит и ее так несет. Поэтому понтон. Нашли мы здесь столовую. Ну, она здесь у нас прям совсем недалеко находится. Небольшая столовая. В общем, нам здесь понравилось качество еды. И ценник. Ценник нам понравился еще больше. Не помнишь, сколько суп стоит, Лен? 200 рублей, да? Вот такой. Ну, вот такой. Или 100 рублей стоит. Ну, что? А то мы у них все стоят за 100 рублей. Да, супы, в общем, по 100 рублей. Шашвычок. Ну, сейчас я вам потом скажу общий ценник, потому что потом нам в конце посчитают. Сейчас пока что технические проблемы с ветами. Все, значит, что у нас? Макароны. Две котлеты. Суп. По-моему, он это вообще не соленый. Шашик невкусный, да? Ну, не красиво. Шашлык и котлета куриная. Смотрите, в столовой, значит, система такая. Одна котлета стоит 130 рублей, макарошки стоят 60 рублей, хлебушек стоит, ну, копейки вообще. Компот стоит 40 рублей, шашлычок стоит 140 рублей и оладушки стоят 100 рублей. Сколько у меня там, три штуки было? По 30 рублей где-то. В общем, средний счет на двоих 860 рублей. Смотрите, какой интересный антураж. Это Голливуд. Гостиница, наверное, тоже такая небольшая, Голливуд. И здесь Чаплин сидит наверху. Ну, вообще, у них так интересный какой-то такой антураж. Можете посмотреть. Видите, фигуры такие, которые подпирают. И вот такой вот какой-то местный тоже фойе у них там есть. А вот здесь даже рейтинг 9,8 на букинге. В гостевой дом Арго, корпус 1. Но они, по-моему, еще пока что не работают, насколько я знаю. Смотрите, море сегодня играет. Вот здесь вот почему-то такой момент, что вот здесь брызги больше всего почему-то образовываются. Меньше, наверное, вот этот пряжек. Вот, смотрите. Вот вчера девчонка здесь лежала на животе и каталась. Ее катала туда-сюда, туда-сюда. Сейчас, подожди, будет. Давай еще сильнее. Давай, давай, давай. У-у-у-у-у. Вот это круто. Где вы еще видели такие природные фонтаны? Ваня, Ваня, Ваня вызывает. Вызывает волну. Вызывающий волну. У-у-у-у. Давай, Рома, вызывай. Вызывай сильную. Нет, мама, возьму телефон. У меня. У-у-у. У Рома получилось. Он вызвал волну. У-у-у. 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 В общем, поближе к нам теперь привезли черешню. Ну, все равно, цены такие же, 350 рублей. Вот персики 200 рублей, сливы 200 рублей. Очень вкусная чурчхила, или как она там правильно называется, вообще потрясающе, обалденная чурчхила. В общем, клубничка 400 рублей. Помидоры, просто не знаю, не вижу ценников. Ну, вот у детей, вот видите, популярностью пользуются вот эти штуки. Вань, покажи хоть, что это такое у тебя там. Это, наверное, тит. Что-то ерунда какая-то. Я бы хотела... Какая-то резиновая ерунда. А я бы вот мяч прыгун взяла. Можно играть, кстати, в игру, если вот такого квадрата достанешь. Можно в игру играть, кому больше это выпадет. А не только на вверху. Пришли в номер отдыхать. Сейчас, ну как отдыхать? Ваня отдохнет 2 часа. Солнце сейчас уже такое палящее, соответственно. Я сейчас помонтирую. Вот у меня время на обеде есть. 2 часа. Можно помонтировать. Зашли сейчас, купили себе на вечер. Ну, или на вечер, как кому, кто захочет, в черешенку. Черешенку сказал он, что здесь в лотке по килограммам. Ну, такой веситый лоток. И черешня крупная. Ну, 350 рублей. А? Что? Я свой лечу-то снял. Вань, ты руки помыл? Да. У Вани вот ММДМС. Такую еду обычную не хочет есть, а вот там ММДМС, он готов лопать и лопать. Без конца. Ма, покажи Ваню. Что твою? У Вани коллекция. Тут, видите, коллекция зверушек. Здесь они очень хорошо на этих штучках делают деньги, потому что детей много. И все дети ходят тут в коллекцию, бегают, вернее, собирают. Ма, вообще-то тут и по прогуну, и все. Ну, много. Вот Ромка прогунов бросает в море. Ма, они, наверное, как тебе сказать, они просто, у них мелочь туда падает, и они, наверное, разменивают на обычные деньги, мелочь. Это же можно сделать. Не знаю, что они там делают. Но знаю, что пользуются у них этой популярностью. Ну, и волна сегодня, волна. Волна сегодня капитальная. Ну, мы сейчас передохнем, и потом пойдем на пряжь туда, к пятизвезднику. Теперь мы знаем уже, как по ступенькам через утес, через санаторий утес. Или пойдем там, на том пляже попробуем полежать. Ну, и просто прогуляться. Нам вечером не то, что скучно, а вот, ну, как бы, я же, вы знаете, хожу. Мне нужно обязательно ходить, там, спортом заниматься. Поэтому ищем себе все новые и новые трассы. Так, ну что, лягушкам-путешественницам, конечно, на месте не сидится. Такой шторм. Я сейчас вам покажу Рому. Нам идти отсюда. Ой, мама дорогая, я не знаю, сколько КМФ, но Рома идет с Кругом. Молодец. Выдержка. Мы ему пытались доказать, что Круг ему сейчас не понадобится в такой шторм. Ну, мы посмотрим, кто будет прав. А сейчас, в данный момент, мы поднимаемся в гору. К себе в рюкзак положим. А в гору здесь, смотрите, во всем. Опять эти всевозможные... Ну что, канализация. Вот такие вот ступени, смотрите, видите, наверх. И там еще таких ступеней будет довольно-таки много. Больше идти не могу. Вот, смотрите, во всем. Вот оттуда. Еле поднялись. Еще такая же. Это даже чуть-чуть петел. Это даже чуть-чуть петел. Мама, родная. Дай я тебе скажу. Сразу. Я бы вот здесь ни за что бы не стала снимать дом. По таким лестницам умереть и не встать. Очень крепкая. Ступа. Ну, ты же девочка. Ой, хорошо. Я ее совершенно угранирую. Здесь, конечно, тоже будет вид на море, я все понимаю. Но подниматься, спускаться, это жесть. Нет, нам. Люди тут уже, мне кажется, привыкли к таким. Ну да. Они все стройные люди здесь. Все стройные. С такими лестницами. Вот кто хочет это постройнеть, то есть, если не будете на пляже лежать, а будете гулять, как мы, то будете, как Ромка. Такие же стройные. Только надо месяцок пожить и каждый день по таким лестницам. МММ Демсом. Море! Нет, Ваня, ты видишь, как камни можно красками раскрасить? Красиво. Мама, смотри. Карим. Ну вот, и ты бы тоже так мог. Смотри, как. Наверное, нашел камни, нашел краску. Туда, на самый белый. Я направлю. Ой. Смотрите, какой садик. Красивый. Так, мам, можно здесь... Мама, можно здесь что-нибудь посидеть? Да? Как-то не хочется здесь сидеть. Здесь что-то горело, что ли. Ой, в общем, нам туда опять на гору. Друзья, в общем, поднялись оттуда, с берега, вот, по таким лестницам. Ну, получается, что мы, конечно, дико сократили путь. Мы с Ванькой в прошлый раз обходили все это дело и крюк давали. Ой, отдышаться не могу. А сейчас мы вот прям непосредственно вышли к санаторию «Утес». И нам нужно будет идти за «Утес». Виды умопомрачительные на гору вот эту вот... Медведя, аюдак. В общем, теперь, конечно, это совсем другое дело, когда мы знаем секретную труппу. Я думаю, что здесь нету. Так, кто знает, кто скажет, сколько сейчас времени? У меня телефон там. 16.43. Ага. А вышли мы в 16.15. 16.15. Ну, 30 минут мы сюда шли. А кажется, прям что-то быстро. По сравнению со вчерашним, а? Ну, потому что... Ну, мы сейчас найдем с вами красивый пляжик здесь. И... Слушайте, а мне кажется, или здесь волна меньше, чем у нас? Мне кажется, что только. Что-то звуки какие-то, такие больно тихие. У нас бьет так, что такое ощущение, что сейчас цунами начнется. Волна добивает. Потому что здесь бухта. А здесь бухта. Сейчас посмотрим. Слушайте, реально здесь вообще нет таких волн, как у нас. Смотрите. Море вообще тихое и спокойное. Видела, Вань? Смотрите, красотень какая. Нет такой волны. Так, ну, это вот здесь пляжи не очень. А мы с вами пойдем туда, где пятерочка. Видите, как красиво сейчас садится солнышко. Я поняла, почему ее называют медведь. Ну, вот она сейчас, да. Вот мы идем, реально, как бы понятно, почему гору называют медведь. Потому что у нее, знаете, как будто такая медведица с лапами лежит. Да? Прямо вот такое вот ощущение. Ступает все деревья. Кстати, мы сейчас там какое-то объявление прочитали. Правда, на заборе. Не знаю, насколько оно там новое. 800 рублей стоит подъем в гору. По средам есть такие экскурсии. То есть, видимо, может быть, с проводником как-то люди туда поднимаются. Я решила. Ну, я единственная, что не знаю, как к ней пройти, минуя Айвазовского. Потому что дальше же вот этот парк Айвазовская идет. И там, разумеется, все перекрыто. То есть, только за денежку можно войти. То есть, по берегу ты уже не пройдешь. А в обход это далековато получается. Хочу сказать, что значит, когда есть деньги. Смотрите, какой резкий переход. Опять мы идем к белоснежным плитам. Я в том плане, что все можно сделать. И Крым можно в порядок привезти. Что? Просто нужно вкладывать сюда деньги. Конечно, вот пятизвездники, допустим, они имеют такую возможность выражений. Это все не дешевое удовольствие. Ну, соответственно, и ценник здесь совершенно другой. Вот, видите, какая здесь все уже красотень. Даже море там такого цвета, цвета синего. Так, ну вот здесь булыжнички. Булыжнички. А там дальше сейчас уже все поровнее будет. Булыжников там дальше нет. Виды. Просто изумительные, да, Вань? Так, ну сейчас посмотрим с вами здесь, какой у нас заход. 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 Заход резкий. Но вода здесь не сильная. Ну, я имею в виду волна не сильная. Не такая, как у нас. Ну, море вроде бы на первый взгляд. Медуз не видно. Ну, сегодня я, конечно, с Телеконом купаться не пойду. Иначе я его просто-напросто здесь утоплю. Ну, морешко я вам покажу. Вообще от волн ничего практически нет. Учатся делать блинчики. Кто знает, что такое блинчики? Это... Иди, покупайся. 17.09. Все, мы собрались. И сейчас решили здесь вот пойти в какой-то ресторанчик. Здесь есть вот при гостинице. Сейчас пойдем здесь перекосим. Поужинаем. Вот с таким вот симпатичным видом. Мы уже где-то только не ужинали. Гречка-мартини? Ваня еще на фоне горы не прыгал. В общем, хорошо. Они прям напрыгали в волнах сегодня. Так, а? У меня твой телефон, да. Тут девчонки вон прыгают. И так красиво. Солнце сейчас заходит прям с освещения такое прям вообще божественное. Красивое. Прям такое ощущение, что ты где-то находишься. Такая разница. В России ты находишься, в Крыму ты находишься. Красота неописуемая. Я считаю, что у нас тоже есть такие вот уникальные места, которые, ну, ничуть не хуже, чем за границей, а может быть даже и гораздо лучше. Красота. Тут называется Аюдак. Мы просто, как всегда, Ивану надо кое-куда. Нет, нет, дожди, где? Да, мама, они здесь. А где же тогда? Сказали, сюда зайдите. Пойдем. Мама, я сказала, спросите. Да вот здесь, наверное, где-то. Нет, лифты один сплошный. В отеле обязательно стоит это дезинфицирующее средство. И в руки вытирать. Все есть. Так что у нас тоже есть хорошие отели, но ничуть не хуже. Просто они, конечно же, стоят не дешево. Вот здесь антураж. Смотрите, какая красота. С видом на море. И сейчас посмотрим. Пожалуйста, садись. Ой, тут такие приятные стулья легкие. И подушечки очень симпатичные. Удобные, да? Столик прям... Красная подушка. Так, ну давай смотреть, что здесь у нас есть меню. Так, горячие закуски. Супы. Ух ты, даже как с перепелкой что-то такое есть. И меню тоже прикольное. Вот котлетки куриные есть. Ты вообще и хотел сказать, что ты будешь котлеткой. А гарниры? Макарошки, картошка, пюре. Картофель, придавай картофельное пюре. Давно не ели вкусненько. С котлетками. Ну, с котлетками. Ты не хочешь? Ну, вот такое вот. Вот кому надо, можете себе остановить. И посмотреть цены на все. Что кого интересует. На паузе все это можно посмотреть. Аккуратненько так. Ну, а мы сейчас будем определяться. Я вот ризотто давно не ела. Так хочется ризотто поесть вкусненькое. Да тебе котлеты, я поняла уже. Вид здесь. А какой из полфорта? Просто потрясающий. Это только Армавелли времена года. Так, это красоти. Мы сейчас пока сидим. Мы сейчас будем смотреть, сколько здесь номера в этом у нас есть. Потому что датчиком симпатичный. Тоже сидит. Если я получу, то есть какие-то наборы, наборы, с пляжем, с сонтиками. В общем, 8,350 стоит на двоих. Если 7 месяцев смотреть в сутки. Значит, это один взрослый, один ребенок. Я смотрела, ребенок 8 лет. 8,350. Это без завтрака. Значит, если с завтраком, это номер 20 метров. То 9,400. Ну, можете сами зайти и посмотреть. У них есть свой сайт, отель. Айдин, да? Если вам это интересно, посмотрите. Здесь рядом есть еще один такой же крутой отельчик. Что ты там скажешь? Один такой крутой отельчик. Называется Европа. Европа. Он, в принципе, очень похож на вот этот отель. А вот этот отель, апарт отель, на 50 номеров. Но номера есть разные. Есть и 40 метров номера. Ну, соответственно, цена там выше, по-моему, 11,400, если я не ошибаюсь. Вот рядышком отель называется Европа. Европа. Тоже можете посмотреть. Европа, это граничит с Айвазовским. Парком Айвазовская. Это вот Партенит. Вот это место считается Партенит. Ну, опять-таки, выйти погулять здесь. Можно дойти, по идее, до нас, до Санта-Барбары. И можно дойти, собственно говоря, до Айвазовского, до Партенита. Но вот так вот особо каких-то набережных, либо еще чего-то нет. Вот так вот по горам, по горам, по долам. Ну, либо вот чисто просто релакс-отдых с вот таким вот чудесным видом на гору Медведь и на мыс Плака. Несли нам чашечки вот такие вот симпатичные. Ну, в принципе, чай, вот этот чайник за 300 рублей, он должен, в принципе, быть симпатичным. Мне посмотреть, что там. Там пакет, пакет тоже плавает. Вы знаете, меня удивляет, почему они вот этот чай, который вот стоит 300, почему в пакетах вот они его заварят? Почему нет здесь нормальной полноценной заварки, да? Ну, неужели сложно заварить заваркой? Почему-то вот пакетами. Может, там название, может быть, как-то отличается вот эта заварка? Да, ну, ерунда все. Я считаю, что чай в пакете, это не в пакете. Там какой бы он ни был, там пакет плавает. Что должна быть нормальная полноценная заварка. Да, скажи, Ваня. Это все, наверное, такие, не знаю. В общем, дождались наконец-таки заказа. У меня сегодня паста здесь с говядиной и с овощами. Слушайте, порции огромные, тарелки огромные. Прям вообще замечательно. Не против, ему хватит. Хватит одна укуска? Ваня опять котлеты. И потом еще ему на десерт, он выпросил у меня пирожное. К котлете сказал мне. Ну, он у меня не любит эти гарниры все. Я его убеждала, убеждала на картошку. Горячо. Ну, горячо, вот запивай, тут уже у тебя чай остыл. Чай же тебе налюли. Нормально? Ваня, сейчас суронишь, господи. Ну, как же ты не видишь, а? Ну, не видишь. Вот, ну, вот это вот прям вкуснях, вкуснях. Я уже даже по говядине соскучилась. Вчера на Лену смотрела, что-то ты с говядиной брала. Вчера или позавчера что-то с говядиной какая-то у тебя сковородка там была. Или я монтировала, сковородку видела. В общем, мне так захотелось. Говядина, будем пробовать. Ну, и вот самое главное у детей-то. Котлеты, да это не... Ай, Ваня, вот у тебя именно так всегда получается. Съел малину называется. Да, вот такой вот Наполеон. Ну, попробуешь, Наполеон? Нет. А где вилка? Вилка, вот ложка. На, ложкой режь. Это малина такая есть, белая малина. Она пробная? Она тоже вкусная, да? Она обычная такая. Она тоже самая, что и красная. Просто сорт такой малины. Я вот этого смогу. Ты давай ешь, а не смотри, а? Нет, просто хронологию. Хронологию смотришь? Да. А это нарисовано или это тарелка такая? Нарисовано, там что-то такое, шоколадом. Да, палитая. Шоколадом сделали рисунок. Но детям... Это букву Н, Наполеон. Им хоть украшай, хоть не украшай. Вы просто попробуйте, это хоть готовили, или это торт просто порезали из коробки. Вкусный он или нет? Все ложки зелки поразобрали. Судя по всему, он с гущенкой как будто бы пропитан. Давай тебе поломай, что ли? Мягкий. А я прям смотрю, зеленое, аж хочу мороженое, по-моему, пойти съесть. Уже не могу, смотрите, Ваня. Сейчас я чувствую, это будет на полу. Дай-ка я попробую. Вкусно? Нет. Вот это самое вкусное, что только есть. И так, как всегда, значит, по традиции показываю вам все цены. Что, сколько стоит. Я думаю, что все все видят. И средний счет у нас 2,155. 2,155? Да. А это вот ручки у меня за кровать. Угу. Ну, что я хочу сказать, резюме вот про вот это вот кафе, про ресторан, точнее. А, филе. Роял фиш. Роял фиш. Что любое место, я считаю, помимо еды, помимо кухни, делает персонал, официанты. Вот здесь было очень приятно. Сейчас очень хорошая команда здесь работает, потому что встретили очень приветливо. Я здесь, я сейчас запишу, чуть-чуть поговорю. Ну, сейчас я здесь, напротив. Сейчас мы уже собираемся отсюда уходить. Очень хорошо, вежливо девчонки встретили. Сказали, мы говорим, там, у вас как, только от отеля или как бы можно зайти. Да-да, заходите, выбирайте любое место. Подсказали там, какие напитки выбрать, какая еда там, допустим, лучше вам подходит, что вы хотите. То есть все рассказали подробненько, очень вежливо, стояли с улыбкой. И в такое место хочется, во-первых, возвращаться, а во-вторых, хочется оставить чаевые официанты, которые хорошо работают и есть за что отблагодарить. И не только девчонки, вот здесь еще и мальчишка какой-то работает, тоже очень все вежливо, оперативно. Молодцы. В общем, мне очень-очень это место понравилось. С удовольствием вернулась бы снова. А сейчас мы опять с вами отправляемся уже к нам в отель. Для нас это прогулка, развлечение вдоль Черного моря. И, в общем-то, как бы уже вот сейчас уходили. Все, уже в нас не заинтересованы. Всего доброго, приходите к нам снова. Приходите еще. Ну, может быть, конечно, так положено у них. Но в любом случае, сколько мы кафе были, ресторанов, очень мало где. Вот по пальцам можно пересчитать. Вот на набережной Алушты прям очень хорошо тоже женщина нам все рассказала, показала. И вот здесь. Вот два места, которые я могу сказать, что действительно такие вот хорошие места, где нормальное, хорошее обслуживание. В остальных местах без улыбки, без всего. Как бы приходите, деньги оставляйте и до свидос. Вот как-то так. Вань, а где я не поняла? Где они вышли-то побыстрее? Они икали. А? Они там хотели сократить, не получилось. Ну и сейчас хотя бы вот маленький кусочек тут зелени. Мы с вами прогуляемся вдоль набережной. Зелень здесь вот такая. Даже пальмочки есть. Пальмочки. Все аккуратно. Ну что, вы там не смогли пройти? А там все равно нет выхода. Мы шо, мы сказали, что я даже шла. А я там ходил. Ты что-то, наверное, попутал. Вот такой вот вид солнышка у нас уже зашло. И вот такая вот линия горизонта. Посмотрите, какая красивая. На море, но ветер. Ветер начался. Но самое главное, наелись. Вань, наелся? Да. Довольный и счастливый. По мне так цветы просто вообще ему помрачительны. Прям, знаете, такие вот. Любоваться. Любоваться, любоваться. Здесь вообще здесь вот такое место. Но еще раз говорю, если кто-то вдруг захочет здесь остановиться, то имейте в виду, что ходить здесь вот по набережной чуть-чуть. И как бы особо дальше идти некуда. Только нам на транспорте добираться. Ну, кто сможет себе позволить эту гостиницу, и транспорт сможет, конечно же, оплатить. На такси, пожалуйста, в любое место можете поехать. И вот такой вот бесподобный вид на гору, на море. Ну, и можно гулять еще в парке Айвазовского, но учитывать, что тысяча рублей проход. Вот как-то так. Ну, а мы идем дальше. Мы домой возвращаемся. Сейчас я вам показывала, какое море было там. За счет волнорезов, да? Там волнорезы есть. А здесь волнорезов нет. И поэтому здесь море добивает прям до верху. И что-то как-то, знаете, уже первая линия не так радует. А если это все добьет до нас ночью, то будет, знаете, как-то не камильфо. Так, подальше, подальше, подальше. Ваня, подальше отходим. Вот это волна сегодня. Вот это волна сегодня. Сегодня море разыгралось. Прям капитально разыгралось. Представляете, до нас добивает. Сейчас, подожди. Это волна сегодня, как подарила. Очень хороший. Хороший, а подальше держись, хороший. Сейчас только мою касание сработало через 4 часа. Ничего себе. Волна. Даже, знаете, как-то немного боязно. Сейчас собирается, собирается. Смотрите, сейчас как. Ваня, отойди оттуда. Ты видишь, какая здесь лужа? В общем, дорогие друзья, вот таким вот образом прошел сегодняшний наш день. У меня почему-то вот эти вот все дни, сколько мы здесь уже находимся, они почему-то в таком бешеном ритме протекали и проходили. И как-то вот не дня так, вот чтобы мы спокойно там сидели, мы постоянно где-то путешествуем. То и в Азовске, это очень-очень много километров отсюда пути, то Яута была, то вот эта вот долина привидений, то здесь просто по территории мы там путешествуем. Я для того, чтобы вы смотрели видео каждый день, они не так, как делают обычно блогеры, многие, когда они, знаете, снимают, а потом выкладывают эту информацию там через месяц, когда они уже отдохнули, приехали домой и в спокойном режиме они все это монтируют. Но я хочу до вас вот сейчас донести вот именно вот эту вот информацию, которая сейчас актуальна именно на вот эти вот даты, потому что многие сейчас думают над отпуском, у многих сорвался отпуск в Турции и пока что неизвестно, откроют, не откроют, информации такой нет. И, соответственно, люди задумываются об альтернативе. Блогеров сейчас много, каждый показывает свои какие-то края. Кто-то приглашает в Сочи, кто-то приглашает в Анапу. Я вам показываю Крым. Вот из этих трех вариантов для меня предпочтительней Крым, несмотря на то, что, да, здесь высокие цены, высокие цены, конечно. Ну, допустим, рубашечка Ванина, которую там купили за тысячу рублей в Таиланде, она стоит копейки, там, за 200, за 300 рублей можно ее купить. И я собиралась это сделать, но как-то, знаете, все откладываешь до последнего момента, а потом просто забыла. За что я себя очень сильно ругаю, потому что там были вот такие вот именно купальные костюмы, закрытые. И я была в магазине, и как-то все тоже вот бегом, бегом, бегом. Очень-очень много всего хочется успеть. Зарядка там где-то лежит, Ваня. Открой глаза, пожалуйста. Вот, потом я понимаю ваше любопытство. Все хотите узнать побольше о том месте, о той студии, в которой мы живем с Ваней. Но сейчас вот по независимым от меня обстоятельствам пока что, я не могу вам сказать конкретно место. Как только будет можно, я вам все обязательно расскажу и покажу, и как называется, и где это четко находится. Хотя некоторые местные, конечно, догадались, но не нужно, пожалуйста, писать в комментариях, что и как, потому что, ну, нежелательно это сейчас. Вот, и еще раз по поводу вот этого вот отдыха, вот такого вот уединенного, спокойного. К каждому, каждому мы все абсолютно разные. Одному нравится соленое, другому нравится сладкое. Для кого-то предпочтительные вот там такие какие-то оживленные города, где есть такие шумные набережные, где можно походить там по разнообразным кафе. Отдых, он хорош, разный. Но вот здесь вот, что мне нравится, какие плюсы здесь я вижу для себя. Здесь территория закрытая. Здесь, допустим, вот сегодня там что-то мы забыли, да, дома в номере, на пляже. И я могу абсолютно спокойно Ваню одного отпустить там, чтобы он пошел, и здесь что-то, допустим, там взял в номере. То есть я не боюсь, что он где-то потеряется по дороге, потому что здесь чужих людей нет, здесь все у всех на виду. Ну, здесь просто так незамеченным отсюда не уедешь, камеры стоят и все такое. Вот. Это во-первых. Во-вторых, вид из окна. То есть для меня вот самый балдеж – это утром рано-рано встать, посмотреть, что там делают рыбаки, кто что сколько поймал. Сейчас вечером я сижу там, монтирую видео, смотрю, кто там как купается сейчас в данный момент. Кто что делает, кто что там кушает, сидит в ресторане и так далее и тому подобное. То есть как бы вот для меня это отдых. То есть если бы, допустим, я где-то была бы в каком-то другом месте, может быть там лучше было бы там с инфраструктурой, да, но не было бы вот этого вида. А для меня вот этот вид, мне зачем эта инфраструктура, мне много не надо. Всем спасибо, как всегда, за просмотр. Планов еще у меня много на будущее. Не переживайте, что-нибудь обязательно интересное мы с вами здесь в Крыму посмотрим. Вот куда мне нужно съездить? Я абсолютно спокойно могу себе позволить и съездить отсюда. Другой вопрос, что когда я приезжаю с разных мест, вот куда мы ездили, да, то я здесь нахожу такой кайф, такой рай, вздыхаю такой свободной грудью и думаю, боже мой, спасибо за то, что я здесь. Ну а всем хорошего настроения, добра, здоровья, позитива. Обязательно увидимся с вами. Пока-пока.